Шаббат, шалом, дорогие друзья! С вами Равин Каплан и мы сегодня поговорим о празднике Пури. Праздник Пури – один из самых ярких и красочных в нашем календаре. Про него до сих пор можно услышать множество интересных историй. Друзья обычно рассказывают, что это был самый веселый, самый классный праздник в общине. Они также рассказывают, как было принято отмечать его в их детстве. Об этом празднике остаются самые приятные воспоминания. Но если вы меня спросите о моем любимом празднике, дорогие друзья, то я признаюсь, что у меня их целых два – Пури и Ханука. И дело здесь не в обычае напиваться на Пури и не в сладости пончиков на Ханук. Эти праздники привлекают меня по глубоким внутренним мотивам. Давайте попробуем разобраться. Хочу начать с того, что в праздник Ханука мы вспоминаем о победе нашего народа над греками, а в праздник Пури – о победе над Аманом. Оба празднуется, когда холодно, период после осенних праздников и до весеннего праздника Пейса. Общее у этих праздников, дорогие друзья, это восхваление преданности нашего народа и его мужество в отстаивании своей свободы. Эти праздники дают нам силу бороться и уверенность в окончательной победе. Ханука более других праздников выражает борьбу народа за свою национальную независимость, а Пурим выражает борьбу за духовное наследие и соединение с Творцом. Думаю, что в процессе духовного развития, дорогие друзья, каждый из нас заново переживает те события, ту же Хануку и тот же Пури, только внутреннего значения. Все их действующие лица живут в нас. Они выясняют отношения друг с другом, они сдаются или побеждают. Греки и Маковеи, Мардыхай, Аман, Эстер и Ахашвирош – они символизируют наши желания, эгоистические и альтруистические. Это силы, живущие и действующие в нашей душе. Таким образом, Ханука и Пурим – это не только физические удовольствия от праздников, но еще и внутренние этапы улучшения, исправления и восхождения нашей души. Конечно, нужно отметить, дорогие друзья, что есть и отличия между этими праздниками. В Хануку играют в Севивон или Дрейдл, его закручивают, взявшись за черенок сверху, намекая этим, что если мы стараемся и сами боремся за Всевышнего, то его помощь обязательно придет. В праздник Пурим во время чтения Мегелат Эстер при каждом упоминании имени Гамана раздается звук трещотки – Раашан. Так она называется на святом языке – крутят, держась за ручку снизу. Потому что Пурим показывает нам, что иногда Всевышний дает нам силу и спасение прямо в руку. Надо просто молиться, увидеть и принять это. Поэтому в Хануку, когда в опасности было духовное существование народа, бороться за спасение нужно было оружие. Когда дело касается нашей духовности, дорогие друзья, надо уметь постоять за себя и за свои ценности. Поэтому Хашманаим пошли воевать за Тору, конечно же, с молитвой на устах. А во время Пурима, когда в опасности было само физическое существование, его ответом была молитва Богу о милости и спасении. Эстер велела Мардыхаю призвать весь народ и поститься три дня и три ночи и, конечно же, молиться. После этого она почувствовала, что помощь уже в пути. Весь народ молился Всевышнему и только после этого она смогла пойти к царю Ахашвирошу и попросить его об отмене жестокого указа. Надо отметить, дорогие друзья, что мудрецы сравнивают Пурим с Йом-Кипуром. Причем, по их мнению Йом-Кипур всего лишь как Пурим. На это же намекает само название праздника. Слово Пурим образовано от слова Пур, что означает жребий. Жребий — это передача решения на волю случая, законы действия которого мы не можем просчитать. Его результат непредсказуем. Поэтому именно жребий является для нас открытым проявлением воли Создателя. Ведь именно случай — то самое средство, которое позволяет свершиться чуду, не отрицающему законы природы, а напротив, использующему эти законы как средство. Дорогие друзья, все наши праздники — это частички одной цепочки, звенья духовного и физического роста человека, этапы его приближения к Творцу. В преддверии Пурима, праздника эмоционального торжества, мне очень хочется нам всем пожелать, чтобы духовная энергия этих особых дней вдохновила нас на добрые дела и правильные решения, чтобы у каждого из нас всегда были силы привносить в наш мир свет, делиться теплом, добром и, конечно же, радостью. Будьте здоровы, всяческих благ! Пурим Семех, ваш Равин Каплан.